здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь я очень хочу чтобы жителей нашего уютного зеленого города было как можно больше и первый вопрос который вы тоже мне задавали а сегодня я хочу в этом видео именно начать ответы на ваши вопросы и один из вопросов был как же нам назвать наш чудесный город я объявляю конкурс потому что я тоже сразу стала задумываться у меня были какие-то какие-то такие варианты типа крыла пск что такое это очень интересный вопрос на самом деле потому что у нас вот я наш город я вам говорю как я его представляю такой теплый зеленый уютный очень чисто где вежливые люди где все друг с другом здороваются где какой-то вот он такой тихий в нем нет никаких преступлений что он такой как сказать ось такой вот семейный вот по-другому я не могу сказать и хочется дать ему что он так всегда там лето ну такой вот он хороший светлый всегда солнце светит и хочется какое-то такое название дать соответствующее ему я пока не придумала скажу честно то есть мне эта идея очень понравилась очень понравилось дать его имя достойное но пока мне как и никакие мысли такие конкретные на ум не пришли поэтому если у вас какие будут интересные варианты это очень любопытно потому что действительно как это как говорил остап бендер что вашей машине нужно дать как кораблю имя собственное конечно мне это хочется назвать его как-нибудь еще один вопрос который мне очень часто задают кто я по знаку зодиака я по знаку зодиака телец и вот я считаю не знаю верить в это или нет но вот я считаю что я да я такая вот но не упрямая а я бы сказал так настойчивая в достижении цели вот я долго запрягаю но быстро еду и вот если у меня какая-то цель стоит то я должна ее достигнуть и мне кажется что в этом вот именно успех моего похудения потому что когда я поставила себе вот эту грандиозную цель сбросить вот этот лишний вес почти 100 килограмм и я к этой цели так шла вот знаете вот я увидела и когда верить в себя не видеть препятствий и я вот шла к ней не видя никаких препятствий я ее достигла и вот сейчас мне время от времени все время вижу вопросы которые мне задают ну как же так ты все время призываешь там подписывайтесь потому что я хочу развить мой канал что же здесь удивительно для меня это абсолютно нормально потому что я поставила себе цель и я теперь ее достигаю то есть я стараюсь я работаю вот каждый день и конечно мне хочется но с цель то стоит чтобы она была достигнута и поэтому для меня вы знаете вот это вот очень органично и самое главное конечно в достижении цель это то о чем я вам всегда говорю терпение труд и дисциплина и вот эта формулировка это формула я даже сказала формула достижения она работает всегда то есть абсолютно всегда в любую сферу возьмите да пока там не ладится да пока что-то не получается но вы знаете какая у вас цель вы твердо идете к ней и вы ее видите вдали вон она моя заветная цель и поэтому вы должны проявить терпение то есть вот не обращать внимание ни на что и трудиться продолжать трудиться и проявлять дисциплину то есть не отходить от своей как бы выбранные дороги и все будет я уверена в этом что все придет еще одно о чем хочу сказать мне очень приятно очень приятно когда я читаю ваши комментарии где вы пишете что я села на диету вот на такую сытную хорошую здоровую полезную витаминную минерализированную диету и я начала худеть и я питаюсь так сытно что моя семья когда видит мои порции даже не догадываются что я на диете вот я считаю что это очень правильно я всегда радуюсь когда это слышу потому что значит нашего полку здравомыслящих людей прибыло потому что как вы знаете мою историю я смогла похудеть и сбросить этот вес только тогда когда меня озарила и когда меня посетил здравый смысл как все это делать правильно что можно есть сытно что нужно следить за витаминами микроэлементами белками жирами углеводами что углеводы можно есть на диете и что физическая активность может быть не изнуряющая если например у полного человека нету сил а достаточно просто даже какой-то небольшой физической активности в виде ходьбы по квартире например ну что-то вот вроде такого поэтому я очень очень радуюсь когда я читаю такие сообщения знаете вот я все-таки стараюсь вот как-то вот все это снимаю и мне очень приятно это как знаете обратный отклик то есть это как бы плоды вот моей работы когда человек говорит что вот я это смог и моя семья теперь довольна и я в семье не монстр с голодными глазами а полноценный человек то есть мне это очень приятно следующий вопрос это люди пишут некоторые что что мне делать я сижу вроде на диете но очень медленно худею или допустим у меня вообще вес остановился вот что делать в такой ситуации я хочу начать вот прям с главного когда люди говорят я медленно худею и причем вот когда так люди говорят обычно за этим следует очень хорошая такая цифра сброса веса например всего то есть люди говорят всего три четыре килограмма в месяц вы понимаете три четыре килограмма это сейчас нам мозги так запудрили знаете везде вот эта реклама бежит минус 15 килограмм за неделю 20 килограмм за месяц вот это все у людей как бы людей запутала и считает что три четыре килограмма в месяц это мало это отлично я вам хочу сейчас сказать очень очень важную вещь раньше в стародавние времена когда я худела ужасными голодными диетами а то у меня при большом весе 170 160 килограмм на голоде таком вот мощном я сбрасывал за месяц как правило всегда 18 килограмм 18 килограмм но с большого веса на голодной диете потом был у меня срыв зажор я набирала за две недели следующие примерно 20 килограмм за две недели вот представляете что это такое было ужасно и у меня это было всегда и я думаю что именно это и привело к набору веса у меня то есть у меня же не сразу был вес 170 килограмм как вот люди справедливо говорят как можно было набрать такой вес вот таким методом можно было набрать резкими падениями веса потом срыв и набор всегда с плюсом то есть вот именно таким образом и когда я вдруг поняла впоследствии что худеть надо медленно я раньше вот как многие из вас не признавала как полюбить так королеву а украсть так миллион я так рассуждала всегда я всем всегда говорил нет нет я по-другому не могу я максималист как же я была не права и когда у меня вот это озарение она меня посетила и я стала худеть очень медленно ну как медленно не медленно вообще-то нормально это я на старый режим на языке сейчас сказал по 3-4 килограмма в месяц во первых у меня не было стресса для организма во вторых у него не было необходимости запасать впрок то есть даже когда у меня конечно были срывы и небольшие зажоры были конечно я же обычный человек еще раз хочу подчеркнуть это норма срыв и зажор это норма это не патология вы не уродцы из кунсткамеры это норма то что норма оно не может быть плохим то есть норма это нормально мы просто должны это понимать и вот когда у меня были срывы зажоры я значит раньше набирала много а вот когда я начала худеть медленно у меня по-прежнему они срывы и зажоры были при мне ну как время от времени они случаются но я обратила внимание это случайно все было я не знала об этом раньше и я обратила внимание что сколько бы я не ела у меня были иногда длительные зажоры по месяцу когда я никак не могла себя вот руки за какой-то стресс был там что-то такое ужасное и я обратила внимание вы знаете вот я ем по 10 тысяч калорий каждый день проходит месяц я на весы встаю плюс три килограмма и вы знаете я заметила такую интересную особенность если ты худеешь медленно по три килограмма в месяц то ты в случае зажора и срыва и будешь набирать три килограмма у меня с тех пор никогда больше не было чтобы за месяц набрать из боев бог там не то что там 20 а даже там 8 килограмм нет такого не было никогда там 5 нет три килограмма и вот даже когда у меня было вот как во время болезни мужа длительный зажор вот этот ужасное время для меня было кошмарное просто и я ела как не в себя то есть у меня еда была единственным лекарством вот единственным который я сама себе прописала потому что у меня вообще была беспросветная вот этот период жизни без единого эндорфина извне и когда я наконец начала в себя приходить но уже после похорон вот уже как-то так а я немножко в себя пришла я решила встать на весы естественно как обычно и когда я встал на весы меня опять ничуть это не удивило несмотря на то что я очень много ела а все равно у меня был привес из расчета если разделить два с половиной три килограмма за месяц скажу сразу я ела много то есть не то что вот два с половиной с половиной тысячи или три у меня было много но от пяти их выше потому что у меня эти вот привычки растянутый желудок а то есть она как бы осталось при мне я не излечилась от ожирения я просто научилась его контролировать и с ним жить то есть вот именно так и произошло поэтому когда вы говорите медленно вы радуйтесь потому что если вы похудеете во-первых от немедленно а нормально без вреда для здоровья потому что вы знаете что хочу сказать если кто-то сейчас из вас здоров и думает это мало я хочу похудеть на 10 килограмм в месяц вы так не думайте потому что самое дорогое это здоровье и когда вы похудеете если вы испортите это здоровье и будете как сказать инвалидом или будете все время испытывать физические страдания вам это похудение не в радость будет вообще поэтому самое главное это здоровье самое главное это безопасное похудение и знаете вот это чувство когда ты делаешь что-то правильно вы знаете вот когда делаешь что-то правильно вот испытываешь удовлетворение от этого большое и вот вы подумайте вот те кто худеет на 3-4 килограмма считать 234 считает что это мало вы делаете все правильно вот вы делаете так как надо как вам любой врач диетолог скажет ну нормальный врач не эти интернетные а вот настоящий врач диетолог что это нормально что у вас не не будет больших, там, как сказать, плато. Ну, некоторые, может быть, но больших нет. И вот те, у кого сейчас плато, ничего не надо делать. У меня такое было много раз. Я за собой наблюдала. Вот несколько дней вес стоит. У меня все время так было. И знаете, у меня была почему-то всегда цифра 400 грамм. Я не знаю почему, но она была 400 грамм. И знаете, как было? Вот вес стоит, стоит несколько дней. Потом бац, и сразу минус 400 грамм. Вот не знаю почему, но у меня было так. И вы проявите как раз вот в этой ситуации, опять мой любимый вот этот лозунг. Примените терпение, труд и дисциплина. Ничего не меняйте, ничего не делайте другого. Делайте то, что делали. И результат, я вас уверяю, я вас уверяю. Потому что чудес на свете не бывает. Если вы продолжите вашу правильную дорогу к здоровью и красоте, у вас все будет, и вес вас сдвинется, и вес ваш сдвинется, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Потому что это удовольствие, как это, помните, как? Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство. Знать, что я идеал. Вот то же самое вы будете чувствовать. Это очень приятное чувство, когда ты прав. Следующий вопрос. Про соленье и домашние заготовки. Вот меня спрашивают, неужели на диете нельзя есть соленье и домашние заготовки? Конечно, можно. Потому что ваши заготовки, они во много раз лучше магазинных продуктов. Ну, согласитесь, там нет консервантов. Неизвестно, что туда положили. И вообще, я смотрела ужасный документальный фильм. Вы знаете, вот сейчас стараюсь таких фильмов больше не смотреть про еду. Помните, был цикл передач, по-моему, по ужасному каналу НТВ. Как-то вот лет пять назад. И там показывали про еду какие-то кошмарные. Вот это без конца был сериал. И то мясо начнут разбирать, мясо есть нельзя, то рыбу всю рыбу есть нельзя. Как возьмутся за какие-то крупы и овощи, вообще со святыми выноси. И вот там рассказывали обо всех этих консервированных огурцах, что их в огромных цистернах привозят из Китая. А наши вот эти фабриканты, они их расфасовывают по баночкам и пишут там русское название какое. То есть какие-то ужасы нечеловеческие. Поэтому, конечно, ваша домашняя консервация это очень хороший выход. Я ем и огурцы, и всевозможные, вот я покупаю, ну, всевозможные кукурузу, там и всякие соленья, и все такое. Иногда делаю сама. Когда вот у меня есть настрой или там время, что-то такое, то я делаю сама. Вот то есть от огурцов поправиться нельзя. Я вас уверяю, даже если вы будете есть банками огурцы, вы не поправитесь, потому что огурцов крайне низкая калорийность. Поэтому я только за. Я только за. Единственное, вот варенье, варенье, конечно, их можно есть. Я не делаю сейчас варенье, а я иногда, знаете, покупаю, ну, типа Махеев, вот такое, что-то такое. Я люблю малину и клубнику, вот это больше всего. Я чаще всего малину и клубнику покупаю. Иногда мне творога хочется с вареницем поесть. И я спокойно это делаю, то есть, но вот впрок варенье, вот чтобы так варить, я от этого, в общем, отказалась, потому, я объясню просто, что очень много сахара я ела. Вот действительно, я варенье люблю, особенно малиновое. И вы знаете, я вот варила такое вкусное варенье, но необыкновенно. Там так было много сахара, ну, просто практически один сахар, потому что сироп. Я его ела просто банками. То есть, для меня это соблазн, поэтому я сейчас такое не делаю, лично я. Ну, а кто может ограничиться, там, допустим, розеточкой варенья к чаю, там, пожалуйста, варенье можно, конечно. То есть, я только за, за свои все вот домашние заготовки. Следующий вопрос. Да, это большой вопрос. И он неоднократно, я его слышала. Какие у меня были проблемы со здоровьем и что изменилось после сильного похудения? Значит, я вам хочу рассказать. Первонаперво у меня была сильная одышка и кислородное голодание при большом весе. У меня, вот я не могла дольше 10 минут ходить по улице. У меня становилось белое такое лицо с синими пятнами. Прям, понимаете, по всему лицу такие пятна синюшные были. И я не могла просто, то есть, мне надо было сесть. У меня даже был один такой случай, когда я просто села на ступени вот в торговом центре, потому что я чувствовала все, вот если я сейчас не сяду, я умру, вот просто умру. И мне надо было посидеть и отдышаться, прежде чем вот начать дальше следовать. Потом у меня было еще очень неприятное состояние, это шум в ушах. Вы знаете, когда это началось, я сначала не поняла. Я ложусь спать, и вдруг я, знаете, вот как чувствую, что-то, вы знаете, как прибой, прибой такой. Когда, знаете, ракушку к уху прислоняешь, и слышишь там шум прибоя. Вот у меня был такой. Я сначала лежала, когда мне только началось, и думаю, как странно, где-то такой шум идет. Я думала, что это на улице. Вы знаете, типа что-то подметают. Вот у меня было такое ощущение. А потом я поняла, что это у меня в голове. Вот этот шум постоянный был. И он очень часто меня настигал. Это очень неприятное чувство. Вот этот, это наверняка какое-то давление, там что-то такое с этим связано, с сосудами, наверное, в голове. Вот это вот. Я думаю, что это все из-за этого. Это было очень-очень неприятное чувство. К тому же, у меня был гипотиреоз. Вы знаете, гипотиреоз, я думаю, что он у меня был, наверное, может, с рождения, я так думаю. Но просто в те времена, когда я была ребенком, этим как-то никто не занимался, меня к врачам не водили, диагнозов мне не ставили. Я узнала о своем гипотиреозе под 50 лет, представляете? То есть, как бы в молодости ничего. Да, у меня я чувствовала, что у меня замедлено отмен веществ, у меня была постоянная слабость, усталость, постоянно у меня были ледяные руки, ноги. Ну, то есть, все, вот как я сейчас знаю, все эти симптомы гипотиреоза, у меня были все, то есть, абсолютно все эти симптомы. Не было энергии, вот, и я все это испытывала. Но я не знала, что это, а когда я узнала, я стала пить, мне прописали вот тогда как раз, иутирокс. Я стала пить иутирокс. Я как-то уже смирилась с этим состоянием. Вы понимаете, я другого-то состояния как бы не знала, понимаете, не с чем было сравнить. И вот, когда я похудела, наконец, я стала тренироваться вот этой ходьбой на выносливость. Я стала правильно питаться. Правильное питание очень-очень-очень важно. Потому что, когда вы получаете очень много полезных микроэлементов, витаминов, правильных белков хороших, длинных углеводов, то есть, вот эти все полезные-полезные продукты, то у вас организм начинает строить там новые клетки, все обновлять, и как бы перезагружает со временем ваш организм. Это процесс небыстрый, потому что я знаю, что некоторые клетки обновляются раз там в 7 лет, раз в 5 лет. То есть, не все так просто. Но вот я и не надеялась, я и не рассчитывала. У меня и цели такой не было, излечиться от гипотиреоза, вернее, я поправлюсь, от его симптомов, от симптомов. Я думаю, что гипотиреоз, наверное, не уходит, просто я еще не сдавала анализы ТТГ. Я думаю, что он и остался при мне, но симптомы, они все ушли. И знаете, как тут они постепенно уходили, 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 и ушли все эти симптомы у меня. И я прочитала интересную такую статью, где говорилось о том, что тяжелый дефицит витамина D в организме может сам приводить к гипотиреозу. А у меня на улицу при большом весе я выходила крайне редко. Во-первых, мне было тяжело, во-вторых, было неприятно в таком виде выходить на улицу. Во-вторых, всю сознательную жизнь я от солнца стала уже защищаться. То есть я пользовала солнцезащитными кремами и зонтиком от солнца. Поэтому у меня никак не поступал этот витамин D, никак в организме не синтезировался. И в те далекие времена мне в голову, мне никто не подсказал, а самой мне в голову не пришло принимать дополнительно витамин D в нормальных дозах. А вы сами знаете, я пила какие-то там поливитамины. Там если и есть это, то в микроскопических дозах, то есть это отнюдь не терапевтические дозы, которые были мне нужны. И я думаю, что это тоже мне помогло не только похудение, потому что похудение однозначно нормализует обмен веществ. Тут вопросов нет. Но я думаю, что мне еще помог прием витамина D. Я сначала начала принимать по 5000 международных единиц, когда я прозрела, что у меня на нуле он. Откуда он мог у меня быть? А два месяца принимала по 10 тысяч единиц, потом снова час принимаю, все время по 5. У меня резко улучшилось состояние. У меня энергия и никогда больше не ложусь днем, чтобы не дай бог отдохнуть или чтобы никогда вообще, никогда. У меня горячие руки, ноги. И энергии, вот я прихожу с тренировки, я не устаю. То есть у меня такая энергия, прям вот она. Мне есть с чем сравнить. То есть у меня симптомы гипотириоза исчезли все абсолютно, которые были. Еще у меня при большом весе было очень неприятное состояние. Когда я вечером ложилась спать в кровать, вот я принимала горизонтальное положение, то у меня в горле, вот из хрипа на вдохе и выдохе появлялись. Понимаете, что-то было с легкими. Я не знаю, как это назвать. Но вот, знаете, так неприятно, это мешало засыпать. То есть такой хрррррррррррррррррррррррррррррр. И на вдохе, и на выдохе. Это было очень неприятно. Это именно вот когда я ложилась спать. Это было ужасное состояние. И это именно при большом весе. Может быть жир вот здесь вот на горле сдавливал, ну вот это вот, может трахею. Я не знаю, как это объяснить. Это было очень-очень неприятно. Очень. Еще одно ужаснейшее состояние, одну ужаснейшую болезнь, которую я получила из-за ожирения, это переартрита коленных сухожилий. Вот это был ад. Я знаю, что такое ад. Это даже кто не испытывал этого, что такое вот это, это трудно объяснить. Это как зубная боль, только в колене, с внутренней стороны. То есть это ужасно, она огневая, кинжальная, она жуткая такая, боль острая, как кинжал, пронизывающая боль. Это было ужасно. Поэтому заработала я эту болезнь очень простым образом. У меня был очень большой вес, ну порядка, наверное, 140-150 килограмм на тот момент. И я ходила на рынок и взяла две огромные, ну купила там, на две огромные сумки. Вот у меня были тяжелые два пакета. Я купила продукты. За овощами ходила, такое все. И я спускалась очень много по переходу. У нас очень тяжелый подземный переход. Там много-много вниз, ступенек, вверх. Ну такой вот очень, очень, как сказать, глубокий подземный переход. И вот я помню, я даже помню, как это было. И я спускалась, и вот эти тяжелые сумки, плюс мой большой вес и очень вот эти лестницы. Я пришла домой, вроде нормально. А вот на следующий день я не смогла встать с дивана. У меня было абсолютно симметрично. С внутренней стороны коленей. У меня была нечеловеческая боль. Причем, это легко, боль отличается от всяких там артрозов. Эта боль наступала в покое, в покое. То есть я ночами не могла спать. Это был ад. Вот просто мне стоило лечь и начинала дергать. Вот как зубная боль, как нарыв вот такой вот. Это начинала дергать в колени. Это был, ну просто адский. И при спуске с лестницы. Вот это очень характерные симптомы у меня были. Спуск с лестницы. То есть я по лестницам вообще ходить не могла. Именно спуск. Подниматься могла. Спускаться нет. И боль в покое. В покое. И у меня доходило до того, что я помню, я в транспорте ехала, я не могла сидеть. То есть я садилась, у меня начинала дергать ноги так, что я вставала, ехала стоя. Когда я переминалась, мне было легче. И вот эта боль, что я только не делала. Какими мазями не мазала. Я пила глюкозамин, хондроитин. Я пила, но единственное, что у меня как-то вот, не знаю, к противовоспалительным препаратам, у меня отторжение. Я их не пила никогда. Вот никогда. Типа деклофенак нет. Вот не знаю почему, но я не буду пить. Я вообще никакие таблетки не пью лекарства. У меня на это, не знаю, может, я скорее всего и неправильно делаю. А может и правильно, а кто знает. Но я никогда не пью некие лекарства, никогда некие антибиотики. Сейчас моду взяли, пить антибиотики по любому вопросу. Горло заболит, выпей-ка антибиотика. Ой, что-то у меня насморк, давай-ка я выпью. Это настолько глупо и опасно. То есть когда он действительно понадобится, он не сработает. Потому что бактерии привыкают, вырабатывают свои антитела, и уже он не сработает. Я хочу сказать тем, кто любит пить антибиотики, что в нашем организме живут очень-очень много бактерий полезных. Наши бактерии-защитники, которые защищают нас. Вот может поэтому я никогда не болею. Я никогда не пью антибиотики, вообще никогда. Я не какой-нибудь там сектант. То есть если у меня будет бактериальная инфекция, типа пневмония или какой-нибудь нарыв, какой-нибудь тяжелая инфекция, что-то такое, конечно, я буду пить антибиотики. Это их прямое показание. Прямое. Но мы же все знаем, что от вирусов они не помогают. И поэтому в суе пить антибиотики это очень-очень глупо. Потому что человек, который их пьет, он разом убивает всех у себя в организме, всех своих друзей-защитников. Представляете? То есть у вас целая армия, вы царь, царь, царь. И у вас целая армия огромная, войско ваше, которое вас от недругов защищает. И вы вдруг решаете вместе с врагами. Вы смотрите, ой, ну там враги на нас нападают. Я тогда убью всех врагов, ой, и заодно я все свое войско убью. А, ну пускай. И вы это все убиваете. И любой воин теперь, враг, и любой враг, даже если он один, он вас победит, потому что у вас нет больше защиты. Понимаете? То есть любая мельчайшая уже инфекция, она вас уложит на повал, потому что у вас нет защиты. Антибиотики это тяжелая артиллерия. Они принимаются только в особых случаях, у них огромное количество противопоказаний побочных действий. Только в том случае, если в них вот абсолютная необходимость. То есть если без них вы умрете. Вот только в таком случае. То есть антибиотики я в СУИ никогда-никогда не пью. И я поэтому, когда лечила свои колени, я не пила деклофенак. Вот поэтому самому. А что я такие лекарства, у которых вот такой список противопоказаний и побочных эффектов, я их в СУИ никогда не принимаю. И я вам сразу хочу сообщить, что вот это болезнь сухожилия лечится очень долго. Это не тот случай, когда вы выпили что-то там волшебное или это вот что-то такое, и у вас все прошло. Это нет, это не так. И как я вылечила колени? Ну, во-первых, я думаю, что их в первую голову вылечил великий доктор Время. Потому что прошло два года, пока у меня вот это было. Сначала вот я посадила два колена, я не могла встать с дивана. То есть у меня была боль такая, ну, то есть не человеческая боль, не сесть. Я на стул сесть не могла. Если бы вы видели, как я садилась на стул. То есть вот это вот приседание, оно мне было не под силу. Я не могла в ванну влезть, вот чтобы помыться, вот колено, перенести ногу. Это были годы, два года ужаса просто. Потом у меня ноги попеременно болели. Одна немножко пройдет, вторая заболит. Ну, вот в одном и том же месте внутренняя сторона колени. И тогда я все думала, ну, как же мне с этим быть, как же быть, колени так болят. А потом я разозлилась на них, на колени разозлилась. И думаю, ну, что ж такое. Раз я сижу, и у меня ноги все равно так ужасно болят. Раз они болят всегда, то давай-ка я буду ходить. Ну, логически, это же правильно. Что я сижу, у меня адская боль. Что я хожу, у меня адская боль. Ну, когда я хожу, я же худею. Я же, у меня все остальные сердце тренируются. То есть весь организм, он у меня как бы лучше становится. И я тогда решила, начну-ка я ходить. И я начала ходить через боль. Потому что даже, знаете, вот когда идешь, не так вот боль чувствуется, как когда ты сидишь на диване, вот оно дерг, дерг, дерг. И я вот разозлившись на свои колени, начала ходить. Потихоньку, полегоньку. Сначала там, ну, там по 10 минут в день. По квартире я имею в виду. Вот я еще начала тогда по квартире ходить. Впервые. Потом увеличивала по несколько минут. И вот так ходила я, ходила. Потом я продолжила пить глюкозамин, хондроитин и сера. Ну, я на херби такую банищу покупала. Там 360 капсул, ну, на год. Мне нравится, кстати, там есть вот некоторые фирмы, которые тот же коэнзим Q10, там. Ну, многие препараты, витамин D, продают по 360 капсул. Вы знаете, я люблю такие вещи. То есть мне нравится, когда ты, как говорится, купил на год и забыл про это. У меня вот была такая огромная банка, и я ее пила. Вот этот глюкозамин, хондроитин. И внутреннюю часть колени мазала всякими мазюкалками там. Ну, какие были? Они, конечно, ничем не помогают. Я имею в виду в лечении. Но они действуют как отвлекающие. То есть они такие жгучие мази эти. И они, конечно, снижают. Более звездочкой обычное мазло очень хорошо помогает. Потому что оно же не вылечит вас, а оно должно отвлечь. То есть когда кожа горит, то это отвлекает. Ну, они так и называются, я так думаю, эти отвлекающие мази. И вот мне звездочка очень простая, банальная звездочка помогала. И как на машу, вот как начинает сжечь, щипать. И так мне сразу как-то легче становилось от этого. И через два года, вот с тех пор, уже сколько, лет семь, у меня колени больше не болят никогда. Но, 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 но. Но теперь я знаю, как я получу, я точно знаю, в какой день и когда я получила эту страшную болезнь. Теперь я никогда тяжелые сумки такие не таскаю, особенно вниз по лестницам, никогда. И, конечно, слежу за весом, потому что у меня было два в одном. И вес очень большой, и сумки очень тяжелые, и лестницы очень длинные вниз вверх. То есть вот это все меня доконало тогда. И сейчас я больше не хочу такого никогда. И вспоминаю это с ужасом. Но я вам принесла благую весть. Те, кто страдает лопаточным, плечи лопаточным, или как он там, переартрит, или коленом, это можно вылечить. Да, это не и не быстро, да, но это можно вылечить. То есть теперь я вспоминаю, это время как страшный сон. Еще из болезней. У меня была иногда изжога. Ну, я такие смеси еды ела в стародавние времена ужасные. Я думаю, что у меня повышенная кислотность. Потому что вот когда я ем помидоры, и сейчас я их не часто ем. Но у меня нет запрещенных продуктов. Вот я вам рассказываю про капусту, что я ее избегаю при гепатериозе. Но это не значит, что я совсем не ем. Я иногда ее ем. Захочется щи, я в щи положу. Или вот какой-нибудь сырой салат иногда делаю. Но это не часто. Ну, допустим, раз в неделю. То есть я не злоупотребляю вот этой капустой все. И знаете, когда я перешла на правильное питание, у меня постепенно вот это все болезни, они отступили. И вы знаете, что интересно? Я когда переходила вот на правильное питание, начала заниматься тренировками, то, честно говоря, у меня были другие, как бы, это мечты. То есть я мечтала, чтобы у меня была выносливость. Мне очень хотелось походить по музеям, по выставочным залам. Я это очень люблю. И мне так хотелось всего этого. И я думала, ой, я хочу так натренироваться, выносливость. Я именно тренировала выносливость своей ходьбой, чтобы я могла без устали пройти, ну, хотя бы часов 6-7. Потому что это же длительные такие походы. Пока дорога, пока там по музею. Вот. И это огромная такая нагрузка на организм. И поэтому у меня была цель носить красивые наряды, влезать в места в общественном транспорте без проблем, посещать музеи, длительные прогулки совершать. И, собственно, целей других-то у меня и не было. И я вот делала свое дело терпение, труд и дисциплина. Но когда, наконец, вот это все свершилось, и у меня жизнь, она изменилась и в этом плане. То есть неожиданно, нежданно, негаданно. И я получила столько бонусов от своего похудения и тренировок. Потому что одно без другого. Я думаю, что если бы я худела, лежа на диване, навряд ли бы я все эти бонусы получила, я думаю, так. И у меня вот это здоровье, вот я сейчас себя чувствую так, как я не чувствовала себя в юности. Потому что с юности я весила, вот, ну, сначала 150, потом там 170. И вот те вот состояния я испытывала, о которых я вам сейчас рассказала. И сейчас, вот вы смотрите, когда я там вещи меряю, что я прыгаю, как кузнечик. Я себя так чувствую сейчас. Вот я получила, когда я сняла с себя вот эти пудовые гири. И представляете, сколько у меня их было? Пять, шесть, почти шесть пудовых гирь. Вы представляете, вот эти по 16 килограмм, эти ужасные гири. Там пять с половиной или сколько там. Это же ужасно было все это на себе таскать. Вот эта вся нагрузка. А сейчас, когда я сбросила этот вес, когда я натренировалась, у меня сейчас сердце такое натренированное. У меня сейчас пульс в покое 45-50 ударов в минуту. То есть, вот я чувствую себя как никогда. Вот как никогда. Поэтому я и веду себя как никогда. И прыгаю, как кузнечик на ножках, пружинках. Как никогда. Поэтому я вас все время призываю. Сбросьте этот противный вес. Вот я себя считаю родившейся заново. Вот честное слово. На этом я заканчиваю первую часть ответа на мои вопросы. Потому что я согласна с людьми, которые говорили мне, что лучше это разбить на два видео, чтобы не напрягать зрителей. Поэтому я эту часть заканчиваю. В конце, как всегда, я вас спрашиваю. А ты делаешь упражнение от второго подбородка? Это нужно делать, потому что скоро 8 марта. И в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока. До следующих встреч.